Благодарю за возможность выступить на этом прекрасном мероприятии и хотя бы раз в год прекрасно тянуться с этим чудесным городом. Как хорошо, что в этот период вы организовали такой великолепный конгресс. Да, я знаю, но теперь многое, что связано с вами, Татьяна Юрьевна. И рада возможности поделиться с коллегами опытом работы с препаратом, который, к сожалению, не так многие врачи держат в руках в России, но в самом деле те результаты, которые мы имеем, они потрясающие. И я расскажу о двух клинических ситуациях, одна из которых связана с ранним прогрессированием болезни и вторая с терапией пациента в более продвинутых линиях. Итак, речь идет о нашей коллеге, которая заболела в декабре 2013 года и после сбора анамнеза и понимания того, что опухоль локализована, ей в конце декабря 2013 года была произведена мастектомия по модену справа и гистологическое заключение была инфильтрирующая протоковая карцинома, умеренной степени злокачественности. В трех лимфоузлах были метастазы карциномы. Иммуногистохимический статус перед вами, рецепторный статус отрицательный, HER2 позитивный. Таким образом, стадия болезни строится как вторая боль. Справедливости ради надо сказать, что пациентка была крайне тяжела в момент поступления. За 9 месяцев до этого она перенесла крупноочаговый инфаркт миокарда. Это практикующий гинеколог, приступ случился прямо в операционной. И к моменту, когда ей был диагностирован рак молочной железы, ее ситуация кардиальная была весьма серьезная. И мы с самого начала, руку об руку, работали с врачом-кардиологом, поскольку, понимая, какой статус мы имеем и тот объем терапии, который пациентке предстоит, иначе это было сделать просто невозможно. Перед вами заключение электрокардиографическое. И обращаю внимание, что фракция выброса левого желудочка на момент начала терапии была 59, но за 2 месяца до этого она была 54. До того, как мы начали лечить, нам пришлось пациентку провести через кардиологический стационар. Адъювантная терапия, которая была пациентке предложена, она стандартная. Это комбинация доцитоксела с трастозумабом. И терапию эту пациентка закончила в конце мая месяца. При этом в апреле при контрольном обследовании мы понимаем, что у нее все благополучно. С мая по февраль месяц пациентка продолжает адъювантную терапию трастозумабом в течение года. Здесь мы, конечно, безусловно, гораздо чаще мониторировали ее эхокардиографически, чем нам рекомендуют стандарты. Так сказать, держали руку на пульсе. Как вы видите, до декабря 2014 года при обследовании у пациентки все благополучно. В феврале 2015 года ей проводится сконтрастирование ПЭД, и мы ставим жирную точку в конце адъювантной терапии. Динамическое наблюдение с пациенткой продолжается. И в мае месяца 2015 года у пациентки во время проведения процедуры ПЭД выявляется метастатическое поражение легкого. Вы прекрасно можете посчитать, в феврале мы закончили адъювантное введение герцептина, а в июне, в начале июня мы выявляем метастатическое поражение легкого. Таким образом, мы получили всего 4 месяца без событийного выживаемости. В этой связи у меня вопрос к аудитории. Какую схему терапии бы вы назначили пациентке при раннем прогрессировании после проведения адъювантной терапии? Перед вами возможны варианты лечения. Это комбинация химиотерапии с тростозумабом, химиотерапия бестаргетный, лопотениб с капицитабином, лопотениб с тростозумабом, либо с тростозумабом энтанзин. Прекрасно. Аудитория абсолютно ориентирована в новых рекомендациях, хотя на самом деле, наверное, жизненная ситуация могла бы выглядеть несколько иначе, поскольку мы с вами имеем совершенно другие препараты в арсенале. И опция продолжения лечения тростозумабом в комбинации с другим цитостатиком, либо комбинация лопотениб с капицитабином, она для нашей страны более возможно. Однако у нас была такая чудесная ситуация, когда для нашей коллеги нам удалось тростозумабом энтанзин заказать через правительство республики, и таким образом эта пациентка получила лечение в рамках того стандарта, который в настоящее время существует. Итак, в течение года она получает терапию котилой в стандартном режиме. Перед вами динамика ее обследования. Мы видим, что в июне мы тот очаг, который обнаружили, констатируем. Через 4 циркла терапии наблюдается стабилизация процесса, и через 7 циклов терапии отмечается положительная динамика. Вот так выглядит картинка июньская прошлого года, а так выглядит сентябрь и декабрь 2015 года. Вы видите, что мы видим полный ответ в декабре 2015 года. Что-то у меня как-то выглядит. А вот если здесь мы очаг видим, то здесь его уже нет. Очень интересное явление, которое мы наблюдали. После седьмого введения котилы у пациентки была экстравазация. Мы нашли только одну публикацию в международных журналах по поводу экстравазации препарата. На самом деле все не так смертельно, как нам казалось. И приблизительно на пятый день мы видим, что удалось локализовать. Но задача только состояла в том, чтобы оказать все эти элементы помощи, которые необходимы при стандартной элементе помощи при экстравазации. Их надо провести очень быстро. Таким образом, пациентка в течение года получает терапию препаратом котила. Терапия хорошо переносится. Жалобы имеются на слабость, но пациентка вернулась на работу и дважды в неделю она оперирует. По данным лабораторных анализов у пациентки отмечалась гиперфермента имия первой степени и тромбоцитопения первой степени, которая не носила стойкого характера. Обращаю ваше внимание на данные эхокардиокарографических исследований. Для нас важно, что уровень фракции выброса левого желудочка сохраняется. Кардиотоксичности мы не видим. И в настоящее время нас радует тот факт, что у пациентки не наблюдается никаких признаков прогрессии болезни. Спасибо большое, Дина Домировна. Это, я так понимаю, один из первых был опытов клинического применения в России препарата уже вне рамоклинических исследований. И, конечно, очень приятно, что именно для данной пациентки, именно в том показании, когда мы имеем формально резистентность к тростозумабу, подход назначения препарата коньюгата тростозумаба с цитостатиком позволил получить практически полный ответ, который уже держится в течение года. И будем надеяться в дальнейшем это сохраниться. Что вы будете делать дальше с пациенткой? Как долго вы планируете использовать? Пока есть возможность ее лечить. Мы же понимаем, что эффект может быть сконечно долгим, если ей повезет. Вопрос, конечно, финансовый он сложен. Но пока ситуация складывается в пользу этой пациентки, поэтому надеемся, что она еще будет жить. И я обращаю внимание, мне кажется, это очень важно, что пациентка столь серьезной сопутствующей патологии кардиальной смогла пройти лечение как адъювантное, так и лечение при прогрессии в рамках стандартов без какой-то серьезной выпадений в плане сопутствующей патологии. То есть кардиально она стабильна. Спасибо большое. Вообще я хочу сказать, что мы сейчас столкнулись с новой проблемой. Как долго лечить пациенток с метастатическим HER2-позитивным раком, у которых мы добиваемся полной регрессии и проявлений болезни? На сегодняшний день нет ответа на этот вопрос. Единичные публикации свидетельствуют о том, что в одном из шведских, по-моему, исследований они после трех лет сохранения полного клинического ответа отменяли антихертерапию. Что делать по-настоящему? Как правильно, мы пока не знаем. И стараемся по возможности технической, финансовой и не знаю еще какой, сохранять антихертерапию у этих больных настолько, насколько получается.